Девушки отдыхают А затем и смерть Предположения о существовании гена старения человека небезосновательны Мы пришли к такому выводу, потому что мы работаем с организмом, который не стареет Если ученым удастся взломать генетическую программу старения История человечества пойдет совсем по другому пути Если же не удастся, у людей есть запасной аэродром без смерти Транспонтология Фактически все жизненно важные органы могут быть пересажены на настоящий момент Но к чему приведет победа над смертью? Станет это величайшим триумфом или самой страшной катастрофой человечества? В интересах элиты, которые хотят жить вечно Безусловно, будет использован биологический материал низших классов Это совершенно очевидно И это, к сожалению, прогноз будущего Почему одни исследователи боятся изучать феномен смерти, ссылаясь на религиозные догмы А другие, наоборот, стремятся победить смерть? И к чему может привести самый невероятный прорыв науки в истории человечества? Это обычная гидра Одиночный малоподвижный полип Она обитает в стоящих водоемах и реках с очень медленным течением Еще в конце позапрошлого века, проводя эксперименты Ученые заподозрили, что это животное может быть теоретически бессмертным На доказательство теории ушло больше столетия И только в 1998 году профессор Даниэль Мартинес Опубликовал в журнале экспериментальная геронтология исследования Которое однозначно доказывало Это существо способно жить вечно Мы задали себе вопрос Какие гены в организме пресноводной гидры контролируют старение? Ведь он не стареет Человек стареет, потому что теряет стволовые клетки Или стволовые клетки теряют свои функции Пресноводный полип не стареет Потому что он размножается неполовым путем Почкованием И это неполовое размножение происходит благодаря постоянному делению клеток И тогда мы задали себе вопрос Что позволяет поддерживать такую активность? И почему у людей все по-другому? Мы наткнулись на молекулу, которая активна во всех генах пресноводного полипа Эта молекула называется ФОКС-О И мы сразу же поняли Что тайна может крыться именно в этом гене Который служит причиной старения человека Четырехлетний эксперимент показал отсутствие смертности в трех группах гидр По предположению немецких исследователей из университета Христиана Альбрехта Долгожительство обитателю речного дна обеспечивает ген старения ФОКС-О Но раз подобный ген существует у одиночных гидр Возможно, он есть и у человека А значит, можно попытаться заблокировать его работу На людях нельзя провести такой эксперимент Мы можем только исследовать статистику Которая показывает, что люди, чей возраст превышает 100 лет Как правило, обладают особой разновидностью гена ФОКС-О Эликсир вечной молодости Молодильные яблоки, философский камень С тех пор, как существует человечество Оно находится в непрерывном поиске лекарства от старости Но найти его до сих пор удавалось только в мифах и легендах А старость по-прежнему приходит Незаметно и очень рада У нас есть кожа, какие-то ткани Они постоянно разрушаются в процессе нашей жизни Но они постоянно обновляются И мы начинаем стареть, когда у нас ухудшаются вот эти вот процессы обновления А за обновление наших клеток отвечают стволовые клетки Если они постоянно могут делиться и возобновлять утраченные То тогда организм остается молодым А если это возобновление постепенно ухудшается А именно это у нас с возрастом обычно и происходит То наступает старение, а потом смерть Казалось бы, человечество обречено оставаться в рамках своего биологического цикла С предельным возрастом в сто условных лет И пятипроцентным использованием собственного мозга Но именно сейчас ученые вплотную приблизились к разгадке механизма старения И это фундаментальное открытие может навсегда изменить жизнь человечества Несколько лет назад ученые обнародовали результаты многолетних исследований Которые говорят о том, что эволюция человека прекратилась После того, как человек приручил огонь и воду Покорил космос, изобрел антибиотики и анестезию Пропала необходимость в естественном отборе Который обеспечивает выживание только самых сильных особей Улучшающих человеческую породу Однако генетическая предрасположенность к эволюции при этом не изменилась А значит, уверены ученые Если удастся задействовать дремлющие в человеке механизмы Они смогут остановить процесс старения Активность генов в процессе жизни меняется То есть у стареющего организма, например, хуже начинают работать гены Отвечающие за, например, разные функции иммунной системы То есть, например, организм в меньшей степени может противостоять всяким бактериям, вирусам Сегодня ученые разработали более 500 теорий старения Одна из самых перспективных теломеразная теория Она говорит о том, что в течение жизни геном человека начинает укорачиваться А когда конечная часть генома, которая и называется теломерой, укорачивается до определенного предела Запускается процесс старения В 2009 году Нобелевский комитет поручил премию трём американским ученым За открытие механизма защиты человеческого генома от этого губительного процесса Человек хочет оставаться молодым, стареть никто еще не хочет Вы понимаете? Еще один тезис Который вот человечество все время стремится быть молодым И внешне особенно пугают внешние проявления старения Дряхлость, слабость, потеря памяти Вот эти внешние проявления старения особенно пугают человека И человек стремится преодолеть эти, скажем так, недуги В организме человека есть два типа клеток Половые и стволовые В которых присутствует специальный фермент – теломераз Именно он не дает клеткам стариться и, по сути, делает их бессмертными Американские ученые получили Нобелевскую премию за то, что смогли подсадить теломеразы в обычные клетки И увеличили вдвое срок их жизни Это еще не победа над старостью, но огромный шаг в этом направлении Есть эксперименты, когда, например, на всяких дрозофилах или там на червях Можно гены, отвечающие за деление клеток и за возобновление Можно их активировать или усилить их активность И в таком случае эти организмы могут тоже жить дольше В 2012 году ученые медицинского университета в Гарварде Впервые поставили эксперимент с теломеразами на живых организмах Старым лабораторным мышам вернули уровень теломераза в клетках на уровень молодого организма И произошло омоложение Восстановились не только ткани органов Мозговая активность увеличилась на 16% И к зверькам вернулось утраченное с возрастом обоняние Эволюционные механизмы саморегуляции болезни, старения, естественных клеток, органов В целом это детерминированный процесс Который, несомненно, с увеличением знаний, касающихся механизмов старения Можно каким-то образом затормозить Собственно говоря, медицина и фундаментальные науки, работающие в этом направлении Геронтология пытаются затормозить этот процесс Ученым удастся отменить старение организма То, возможно, люди будут сохранять молодость так долго, как это возможно Время их жизни будет исчисляться сотнями лет Но что даст человеку вечная жизнь? Некоторые исследователи убеждены, что обретение вечной жизни Сделает из Земли планету стариков И в качестве доказательства они приводят результаты последних исследований Когда человек живет в среднем до 40 лет, как в средневековье Он начинает заводить детей в 16-18 Причем чем больше, тем лучше, потому что 40 это предел Сейчас, когда средний возраст смерти 65-70 лет Детей заводят в 25-30 Причем не больше двух Если человек будет жить 100-200 лет Ученые уверены, что проблем с демографической перенасыщенностью не будет В будущем люди просто могут перестать заботиться о потомстве Ведь, по их мнению, в запасе еще будет время По расчетам ученых, до победы над таинственной программой Запускающей процесс старения остались считанные годы Потому что успех их научных изысканий во многом обеспечен Самим ходом истории и развития человечества А пока в руках ученых уже есть метод, который приближает нас к заветной мечте Один из самых современных и эффективных способов отсрочить неизбежную гибель Трансплантация Пересадка больных, поврежденных и утраченных органов 3 декабря 1967 года Хирург из ЮАР Кристиан Барнард Пройдя стажировку у основоположника мировой трансплантологии Владимира Демихова Впервые в мире осуществил успешную трансплантацию сердца человеку С тех пор в мире сделано уже больше 40 тысяч таких операций Пересадка органов, которая еще недавно считалась фантастикой Сегодня обыденная медицинская реальность Вы знаете, я уже все, что перечислил, пересаживаю Сердце, легкий, сердечно-легочный комплекс Печень, поджелудочная железа Комплекс органов брюшной полости Вместе это желудок, 12-перстный кишка, поджелудочная печень Так называемая классная трансплантация Почки Тонкая кишка Кроме того, клеточная трансплантация Это при сахарном диабете Так что много органов Практически все жизненно важные органы Могут быть пересажены на настоящий момент Пока это еще не окончательная победа над смертью Но уже уверенный шаг К увеличению продолжительности жизни Замена пораженных или больных органов здоровыми Становится все более привычным явлением И уже вскоре может появиться человек В котором своих органов останется меньше, чем пересаженных Поэтому сам факт пересадки Да, он продлевает жизнь Потому что я уже говорил Орган, который уже не функционирует Меняется на новый орган Который хорошо функционирует Есть интересные наблюдения Когда, допустим, молодому человеку Пересадку выполняет органы Допустим, печени от пожилого человека Вот эта печень Во-первых, она регенерирует Один из органов, который очень хорошо регенерирует Она как бы молодеет Потому что на этот пересаженный орган Воздействуют и гормональные факторы Человека, которым пересадили И нейрогенные связи И ферментативная система Поэтому печень попадает в более молодую среду И начинает функционировать И, соответственно, допустим Двадцатилетнему пересадить печень от сорокалетнего А он может жить до шестидесяти лет Представьте, да? Сорок плюс Еще сорок То есть как бы вот это интересно В начале 2012 года на помощь хирургам Пришли сверхсовременные технологии Восьмидесяти трехлетние женщины из Голландии Вместо челюсти, разрушенной раком Имплантировали титановую челюсть Отпечатанную целиком на 3D-принтере Челюсть, хрящ Какие-то органы каркасные Их можно выращивать Да, остеоциты Дело в том, что Чем меньше функций выполняет орган Допустим, они имеют каркасную функцию Вот это очень привлекательно Это 3D-принтер Это выращивание В соответствии с теми дефектами Допустим, челюстно-лицевой скелет Или там позвоночник Да, выращивание Среди стимок Как бы протезов Да, биологических Вот это очень интересно Имплантат изготовили на 3D-принтере Применив технику лазерного спекания В этом случае в принтер Послойно подается порошковый материал По которому лазер рисует сечение деталей В качестве материала Для изготовления искусственной челюсти Использовался порошок титана На готовый имплантат Перед вживлением Нанесли керамическое покрытие Уже на следующий день после операции Пациентка могла глотать и говорить Что касается 3D-печати органов, костей Это потрясающая сейчас область У нее огромное достижение Она очень быстро развивается И без сомнения Это будущее медицины Регенеративной медицины Поэтому надо и нашим ученым это развивать Ставить 3D-принтеры И тогда мы будем печатать На этом развитие 3D-технологии не остановилось В феврале 2013 года Мировая научная общественность Была потрясена очередным прорывом Группа исследователей из Шотландии Впервые использовала новую технику 3D-печати Для пространственной организации Человеческих эмбриональных стволовых клеток Так ученые надеются разработать Универсальную для разных тканей методику создания органов Когда мы говорим о 3D-печати органов Собственно говоря, 3D-печати осуществляется через компьютер И принтер осуществляет командный компьютер Когда создается матрица На матрицу напыляются соответствующие клетки Разные, соответственно, программы И таким образом выращивается орган По мнению специалистов В обозримом будущем 3D-печать человеческих органов Можно будет осуществлять безоперационно То есть поврежденная почка Будет перепечатываться стволовым принтером Прямо в организме человека Можно печатать прямо внутри тела человека Что-то там доращивать стволовыми клетками Вот и тогда у нас будут печатать там клапаны сердца Да? Ну, оно может научиться и полностью сердца Сосуды их сейчас печатают И даже тренируют специально Сосуды, они ведь не просто лежат в нашем теле Они работают, их тренируют, работают Это поразительное достижение Вот начала нашего тысячелетия Материалом для такого принтера Может стать собственная клеточная база человека Его собственные стволовые клетки Искусственно размноженные в специальной среде Это исключит возможность отторжения По сути, человек станет своим собственным донором И каждый орган, срок службы которого закончится Сможет быть заменен таким же новым Причем своим собственным Нужно было бы как бы использовать органы от живых Или трупных доноров, которые тоже несут за собой определенные проблемы Это и реакция отторжения может быть И инфицирование, если имеются какие-то не диагностированные эффекты А тут принтер, это клетки Причем можно культивировать их из собственных мультипатентных клеток стволовых И будет полная совместимость генетическая Впрочем, есть один орган, пересадка которого сейчас представляется ученым невозможной Человеческий мозг Это триллионы нейронных связей Принцип работы которых до сих пор непонятен Впрочем, даже на эту запретную территорию уже началось научное вторжение Сейчас уже появляются протезы мозга Например, для крыс делали искусственный гиппокамп Ну да, чип И крыса, собственно говоря, она живет, работает в прежнем режиме То есть, по крайней мере, есть какие-то предпосылки к тому Что какие-то части мозга можно просто заменить гиперметическим протезом Вот, а как это скажется, ну, трудно сказать Я уже упоминала, что есть такой феномен пластичности мозга Когда одни области мозга, которые раньше, ну, например, никогда не обрабатывали звуковой сигнал Вот вдруг начинают его обрабатывать Впрочем, переходить от крыс к людям ученые-трансплантологи не торопятся В первую очередь, потому что предмет пересадки недостаточно изучен Сейчас мозг – это одна из главных загадок, над которой бьются ученые всего мира Эксперименты с ним проводятся уже не первые сотни лет Но их результативность до недавнего времени оставляла желать лучшего После того, как шотландские ученые заявили о своем прорыве в области стволовой 3D-печати Научная общественность, пусть и осторожно, но заговорила о перспективах работы с головным мозгом Я же не говорю о главном мозге Сейчас еще не достигло уровня того медицинной технологии, чтобы можно было вырастить на каркасе, как это пишут Это действительно так Теоретически это возможно, практически мы еще далеко до реализации этих вещей Более того, сам по себе мозг уже давно не является неприкосновенным Первые трепанации черепа, пусть и ритуальные, проводились еще во времена неолитвы Сегодня хирургия мозга – одно из самых перспективных направлений медицины Последнее достижение нейрохирургов – замена некоторых участков мозга Возможно, и существует даже сегодня реконструктивная хирургия головного мозга Как поврежденные участки могут замещаться Вот сейчас очень дискутабельно, просто по стволовыми клетками А вопрос компенсационных каких-то нейрофизиологических механизмов – это другой вопрос Впрочем, сегодня ученые готовы попробовать впервые в истории человечества Взять на себя ответственность за пересадку всего головного мозга И отсчет до проведения этой решающей операции идет уже на годы Буквально последний год-два Несколько серьезных хирургических групп в мире заявили, что они готовы пересадить Либо голову, либо мозг Что у них есть нужная технология, квалификация Но пока это еще не произошло Но если серьезные ученые, медики заявляют в 2013 году, что это возможно Ну, значит, это будет точно осуществлено, например, в 2015-2017 году и так далее То есть медицина уже подошла к этому вплотную Однако при пересадке мозга может возникнуть одна трудность Справиться с которой трансплантологи не могут Создавать мозг в трехмерном принтере пока невозможно А в случае пересадки живого мозга он сохраняет свои свойства крайне недолго Мы трансплантологи, да, сохраняем орган, но при температуре 4 градуса Цельсия в специальном растворе И это позволяет до 24 часов сохранять орган перед пересадкой, но не более того В общем-то поиски этих вещей идет, но пока не найдено ни возможностей, ни сред, ни режимов заморозки до предельно низких температур Чтобы можно было этот орган сохранить только на сколько вам нужно 10 лет, 20 лет и создать банк органов, как таковое, да, о чем мечтал Демихов К сожалению, мы можем сохранить сейчас только на сутки Однако есть область исследований, эксперты в которой утверждают, что существует идеальный способ Сколь угодно долгого хранения всех органов человека, в том числе и мозга Считается сейчас, что самый лучший способ сохранить мозг, это его заморозить с помощью специальных криопротекторов С помощью такой технологии, так называемой, витрификации И тогда мозг будет сохранен, ну, примерно таким, каким он был на тот момент, когда начали сохранение Обычно сейчас, естественно, это говорится о мозге сейчас, человек, который только что умер Исследователи в области крионики считают, что речь идет о реальном бессмертии Одна из целей экспертов-криологов – разработка систем анабиоза Многолетнего сна, во время которого все процессы в организме останавливаются, а значит, он не стареет Сторонники крионики убеждены, даже если рецепт бессмертия найдут в обозримом будущем Уже сегодня стоит позаботиться о тех близких, кто до победы над смертью просто не доживет Смерть любимой бабушки заставила актрису Анну Орланову всерьез увлечься крионикой Этой теме Анна посвятила свою дебютную режиссерскую работу Художественный фильм по ее собственному сценарию Название «Минус 196» говорит само за себя Это температура жидкого озона Герой картины Орлановой делает то, что в жизни сама Анна упустила О чем теперь сильно жалеет У меня даже в фильме бабушка, героиня, которую крионирует ее внук, ее так же и зовут, как моя бабушка То есть я ей посвятила этот фильм Вот, то есть она для меня была кумиром, прям героем каким-то, я так хотела быть на нее похожей Мне вот жалко, чтобы такой человек исчез Сейчас актрисе и начинающему режиссеру всего 32 года В ее фильмографии около 20 картин И о собственной смерти она пока предпочитает не думать Но о потере близкого человека подтолкнула Анну к поиску способов продления жизни Так родился фильм о крионике Конечно, я многое нафантазировала, придумала Но вот основана действительно на реальном событии О заморозке, это учительница математики из Петербурга Ее крионировал в 2005 году ее внук И вот на основе этого я как-то все написала Прототипом фильма стала Лидия Ивановна Федоренко 80-летняя учительница математики из Санкт-Петербурга Внук так сильно любил бабушку, что уговорил ее на замораживание после смерти В надежде, что когда-нибудь ее смогут оживить Лидия Ивановна дала согласие в своем завещании И в 2005 году стала первой в России криопациенткой Ее замороженный мозг теперь хранится в Крионической лаборатории под Москвой А актриса Анна Орланова теперь планирует заключить контракт на собственное криосохранение Как и все мы, как, наверное, нормальный человек, боюсь смерти И хочется хоть какой-то единственный шанс получить Что я смогу возродиться в будущем Не исчезнуть навсегда Потому что, ну, это как-то совершенно ясно Что если закопают в землю, то никаких шансов вернуться просто нет А Крионика она дает, пусть, может быть, единственную, но действительно реальную рисовую надежду По мнению экспертов, крионирование сегодня единственный способ сохранить тело в неприкосновенности Зафиксировать его в том состоянии, в котором человек умер И остановить все процессы разложения в расчете на то, что медицина будущего Обязательно найдет эффективные технологии воскрешения Я считаю, что это самый передовой рубеж борьбы со смертью Тогда, когда медицина уже сдалась Медицина наша прекрасная, она развивается У нее все больше достижений Но в какой-то момент она становится уже бесперспективной То есть она говорит, все, я больше не могу Отключаемся аппараты Человек умер И выписывается справка И вот в этот момент Только одна технология может дать шанс на продление жизни Это крионирование, крионика И, соответственно, я ей большая поклонница Больше шансов нет О таких технологиях еще 10 лет назад можно было только мечтать Но сегодня человека действительно можно оживить после криозаморозки В тело только что умершего Через кровеносную систему вводят химические вещества, криопротекторы Чтобы уменьшить повреждения тканей от замораживания Затем тело охлаждают до температуры минус 196 градусов И помещают в криостат Большой термос с жидким азотом Специалисты считают, что так человек может сохраниться сотни лет Теоретически это возможно То есть клетку отдельную можно заморозить Надолго в жидком азоте Сделать так, чтобы структура клетки органеллы внутри не погибли Законсервировать Что сейчас и делается Допустим, генофонд спермы или генофонд эритроцитов собственных Мы можем сейчас законсервировать И они могут храниться там сколько угодно В этом жидком азоте Потом по необходимости их извлекают Отмораживают Но если говорить об организме в целом Мы уже говорили о системе как в целом Чтобы разморозить клетки и начали работать полноценно Такое сделать пока на данный момент невозможно Однако креоника уже используется в официальной медицине При проведении серьезных операций врачи намеренно переохлаждают внутренние органы Чтобы приостановить в них все жизненные процессы Это используется, допустим, при некоторых операциях То есть гипотермия осуществляется при определенных операциях на головном мозге, на сердце То есть охлаждение идет человека путем вливания в него охлажденных жидкостей Именно чтобы понизить температуру до того уровня Когда метаболизм минимальный И при длительных операциях Когда остановлено кровообращение Вероятность ишемического так называемого повреждения клеток уменьшается Потому что уровень метаболизма снижается Эксперименты, проведенные авторитетными учеными, неоспоримо свидетельствуют Идея анабиоза крайне перспективна Более того, природа сама подсказывает нам путь к обретению бессмертия Ведь существуют животные, которые без вреда для себя выдерживают заморозки Простейшие организмы и бактерии переносят сверхнизкие температуры в глицериновой среде Причем на время этого зимнего сна все жизненные процессы в них останавливаются А после разморозки начинаются снова Однако с человеком, как и с любым теплокровным существом, этот метод не работает Вода, из которой мы состоим, при переохлаждении превращается в лед Увеличиваясь в размер, и кристаллы льда рвут сосуды и ткань клеток С этой точкой зрения не согласна основатель российского трансгуманизма Валерия Пай По ее мнению, обратимая криозаморозка органов возможна Она может стать еще одним решением проблемы дефицита донорских органов И именно она даст возможность хранить живой человеческий мозг в спящем режиме до момента пересадки Мысль о том, что создаются кристаллики льда, сейчас уже не актуальна Сейчас современные технологии крионирования таковы, что кристаллики льда просто не образуются вовсе Они называются поэтому витрификация Это как бы переход льда в такую специальную текучую форму, как стекло То есть самый лучший способ на данный момент консервации мозга Это крионирование, сохранение по специальной технологии при очень низких температурах Исследователи крионики констатируют Уже сейчас в мире есть огромное количество людей, которые вернулись к жизни из состояния крионического анабиоза Это явление получает все большее распространение и совсем скоро станет повседневной реальностью Замораживание, размораживание клеток, эмбрионов, спермы Сейчас, если так посмотреть, огромное количество оживленных криопациентов Это люди, которые родились из когда-то замороженного эмбриона Это уже распространенная практика Но что если замораживать, а потом оживлять всех гениальных ученых нашего времени? Ведь это могло бы дать людям уникальную возможность совершать в будущем гигантские прорывы в науке И это, возможно, подарит нам надежду на выживание Вопреки теории инволюции, по которой человечество деградирует и вымирает Так, основателю ювенологии, науки о продлении молодости, профессору Бердышеву Российская криокомпания уже предложила бесплатное крионирование Я говорю, я посоветую своими родными, согласны, они будут бесплатно заморозить хотя бы мою голову Ну, и приехал, а они говорят, ни в коем случае Ты православный крестьянин, ты должен умереть так, как наши предки умирали С решением семьи профессор смирился Но мириться с неизбежностью смерти ученый, который всю жизнь посвятил изучению долголетия, пока не собирается Сейчас, в общем, принятая точка зрения, благодаря моим работам Что человек живет 121 год Максимально погрузили жизни, 121 год Но и это еще не предел, считает Геннадий Сейчас Бердышев испытывает новую технологию продления жизни Для подтверждения своей теории Геннадий Дмитриевич создал уникальную пирамиду размером с одноэтажный дом Таким образом, профессор применил на практике опыт древних египтян Это точная копия пирамиды Хеопса, только уменьшенная И не из камня, а из бревен сосны и дуба Это не просто архитектурный каприз ученого Это уникальная лечебница, в которой останавливается время Пропорции пирамиды строго рассчитаны по древнейшей формуле Соотношение диаметра и высоты 1,62 А грани четко ориентированы на четыре стороны света Геннадий Дмитриевич заверяет Достаточно 15 минут в день проводить внутри такой пирамиды И годы начнут обратное счет Радиоволны, они проходят свободно через восточную стену И рассеиваются западной стены И тогда происходит усиление иммунитета человека Однако пирамида это лишь один из ингредиентов рецепта Долголетия от профессора Бердышева О секретах молодости он знает, если не все, то почти все Еще в 1977 году он стал одним из инициаторов Открытия в Москве первого в мире института ювенологии Геннадий Дмитриевич был советником по вопросам медицины в ООН Заведовал сектором геронтологии во всемирной организации здравоохранения И даже омолаживал вождей Мы омолодили, например, Ким Мерсена Но это не так, что я пришел и омолаживал Я читал лекцию его врачам, которые его омолаживали И они следовали моим рекомендациям И в результате этого он прожил 94 года Северокорейскому лидеру Геннадий Дмитриевич не только продлил жизнь Но и вернул мужскую силу За что Ким Мерсен наградил его орденом дружбы народа Китайского главу государства Дэн Сяопина Профессор Бердышев отговорил ради здоровья есть копченую крысу А генсеку Леониду Брежневу Ученый-генетик прописал особую воду Которую для него добывали в Антарктиде на глубине 200 метров Такую воду, богатую протием, ученый называет легкой Ему возили примерно два года до самой его смерти И потом мне этот советник звонил Говорит, вот благодаря этому, этой просьбе и воде Я не делюсь сейчас, чувствую себя хорошо Вот, я уже начал внятно разговаривать Это он ниже не мог разговаривать По мнению ученого, всем желающим дожить до 121 года Легкая вода необходима, как воздух Сначала ее нужно заморозить, потом разморозить И когда в ней останется льдинка величиной с голубиное яйцо Правильная вода готова О ее волшебной силе можно судить и по самому Геннадию Дмитриевичу Ему 82, но состояние его организма намного моложе Вот недавно проверяли мой биологический возраст У меня работают все системы Вот, и мой биологический возраст определен 60 лет Встречу со смертью Геннадий Бердышев отложил еще минимум лет на 20 А за это время, уверен ученый, формулу бессмертия обязательно найдут Невероятно, но уже в 1967 году на планете появился первый бессмертный Им стал американский профессор психологии Джеймс Бетфорд Ему было 73 года, и он умирал от рака Бетфорд решился на заморозку, чтобы вернуться к жизни Когда медицина победит это смертельное заболевание Вот один из возможных сценариев воскрешения В замороженное тело внедряют миллиарды молекулярных нано-роботов Они обнаруживают в клетках организма все повреждения Лечат и омолаживают клетки А затем покидают уже здоровое и воскрешенное тело Как это делают вирусы гриппа Через кровеносную систему и дыхательные путь Ученые уверены, как только появится шанс осуществить этот план Бессмертие станет реальностью В рамках проекта полета на Марс, который разрабатывал гениальный советский конструктор Сергей Королев Была создана и эффективно работала специальная лаборатория по анабиозу Однако она была закрыта после смерти Королева в 1974 году Если у нас человек в анабиозе, то когда он летит на Марс, ему дышать-то не надо Есть-то не надо Корабли, они меньше, это выгодно Именно из этих соображений Королев хотел развивать анабиоз Вот, поэтому это все равно будет сделано Как бы ни относилось общество, то бы ни говорилось, против или не против Как бы медленно-то ни развивалось У нас, у человечества вариантов нет Мы хотим дальним звездам? Хотим Все, значит анабиоз Впрочем, можно заморозить не все тело, а только голову Ведь главное, чтобы уцелел мозг, а туловище, как прогнозируют ученые, можно будет вырастить новое, молодое и здоровое Уже сегодня ученые готовы предложить человеку идею по созданию нового тела Разработки, сравнимые по грандиозности с изобретением ядерной бомбы, уже ведутся Для начала создается искусственная копия человека, который можно будет управлять силой мысли Этой разработке уже дали название «Аватар» А к 2020 году «Аватары» будут запущены в серийное производство и станут массовым продуктом Доступным так же, как сегодня автомобили А следующим этапом станет создание искусственного тела для трансплантации в него мозга человека С точки зрения человеческой репродукции самого себя, идеального, так сказать, близнеца Ну, понятно, что если говорить о клонировании себя, то вы берете клетку мультипатентную стволовую Помещаете ее в соответствующую среду и выращивается полностью идентичный вам человек Но он получается маленьким, потом вырастает Наверное, из области фантастики это интересно Сегодня ученые не исключают и еще один вариант бессмертия, который находится на стыке нанотехнологий и 3D-печати человеческих органов Клонирование – это гораздо более близкая человечеству технология, чем, например, многолетний анабиоз И хотя официально клонирование человека находится под строгим запретом в большинстве стран Исследования в этой области практически не прекращаются В 1996 году в Рослинском институте Шотландии Оглушительным успехом закончился первый в истории человечества эксперимент в области клонирования теплокровного организма Овца с идентификационным номером 6LL3, позже ставшая известной под именем Долли Фактом своего появления доказала миру возможность клонирования теплокровных животных, включая уже умерших Если от них остался необходимый генетический материал Это был прорыв в науке, сравнимый разве что с расщеплением атома Это интересно опять-таки с точки зрения изучения развития репродукции, старения или вопросов связанных с репарацией, регенерацией Это очень интересно Впрочем, существует версия, в соответствии с которой даже клонирование животных небезопасно Овечка Долли прожила всего 6,5 лет При том, что нормальный срок жизни овцы примерно в 2 раза больше По поводу причин ее смерти ученые разделились на 2 лагеря Одни утверждают, что Долли погибла от обычной для овец болезни Другие, что причиной ее смерти стало именно искусственное происхождение Болеют сильно, непонятными вещами клонированный живот, умирают быстро и так далее Ну, не божье создание, никакой перспективы нет Судьба человечества в том, что согласна с идеей Бога И вот в этом согласии залог гармоничного развития Основу медицины высочайшая планка требований христианской этики Тем не менее, эксперименты с клонированием животных продолжаются И пока демонстрируют достаточно высокую результативность Возможность улучшать породы до бесконечности, клонируя и перекрещивая лучших из лучших Это ли не искусственный отбор, который в финале даст совершенное существо? Похожие идеи озвучивались еще в начале прошлого века А ученые уже пытались ставить похожие эксперименты на людей А потом был Нюрнбергский трибунал Однако некоторые ученые видят все основания для исследований в области клонирования человека И находят для этого весомые аргументы Я уверена абсолютно, что клонирование людей будет Потому что люди, многие хотят клонироваться Я бы постоянно с этим сталкивалась И нам вот в Крионске звонят люди и говорят Вот мы не хотим крионировать, или, например, не получилось Человек погиб в железнодорожной травме, даже мозга не осталось Мы бы хотели человека клонировать Сегодня в России действует мораторий на клонирование человека Но спрос на эту потенциально возможную структуру существует, и он достаточно высок В Австралии это направление медицинской науки поддерживается на государственном уровне Сегодня там разрешается клонирование эмбрионов Если люди хотят, то они будут клонироваться Я не знаю смысл, вот мне, например, как бы Смысл на психологическую тишину Умер человек, давайте вот родим такого же Но, тем не менее, человеческий мозг и слив И если кому-то надо клонировать рано или поздно У нас будут клоны, чего бы там, как бы, кто не протестовал Но что будет с нашей цивилизацией после того, как мы научимся создавать себе подобных? Что если в условиях новой реальности человечество станет объектом манипуляции? А созданные нами существа будут сидеть за пультами управления и руководить нашими жизнью? Пытаясь прогнозировать такое развитие событий, ученые пришли к выводу, что в тот момент, когда человек получит все, к чему стремится Наша цивилизация исчезнет Но почему? По мнению ученых, причина кроется в том, что Землю будут населять миллионы наших клонов И это станет началом конца для человечества Чудовищная перенаселенность, голод, энергетические и продовольственные кризисы Люди убивают друг друга за бутылку воды Экология планеты разрушена Все страдают от новых, до сих пор неизвестных болезней и генетических мутаций Но не могут умереть, потому что механизм умирания отключен Это не картина из фильма ужаса Это видение некоторых ученых-футурологов недалекого будущего человечества Как только оно победит смерть Уже сегодня мы говорим о старении европейского населения О том, что о кризисах пенсионных фондов В России это тоже серьезная проблема Кто же эту массу бессмертных кормить-то собирается? И работать так-то будет То есть даже с точки зрения футуристической картины Которую рисуют нам полоумные, не побоюсь этого слова Сторонники всяких там трансгуманизмов В прочих разных странах ненаучных теорий, псевдонаучных теорий Она даже социологической критики и политологического прогноза футурологического не выдерживает абсолютно В истории человечества уже были подобные печальные эксперименты В 20-30-х годах прошлого века Специальное управление ГПУ под руководством Глеба Бокия Занималось разработкой ядов и спецпрепаратов Влияющих на сознание людей Одним из ключевых назначений лаборатории Было создание эликсира жизни В качестве подопытного материала использовались люди Глебокий садист, патологический психопат На руках которого в тысячу русских людей И который, естественно, закономим образом сам попал в скором времени Под машину компенсационного террора, так сказать, 30-х Когда топор палача дошел до палачей Ведь это же был просто рассадник оккультизма Там были опыты по парапсихологии Там были опыты по поводу бессмертия Масса всяких разных вещей Прошло буквально несколько лет И идеи Бокия нашли очередное воплощение в лабораториях аненерго Исследования нацистов, которые также проводились исключительно на людях Тоже довольно быстро завершились по независящим от исследователей причинам Но идея осталась Бесчеловечная идея использования человека В качестве идеального биологического материала для научных изысканий Вы знаете, это приведет к тому, что появится тот, кто будет говорить этому жить Потому что он такой гениальный А это должно умереть, потому что места не хватает Собственно говоря, перенаселение Потому что не хватает еды, не хватает воды, не хватает энергии и прочее Это, к сожалению, люди, да Они все разные и рождаются не только, так сказать, идеальными, но и с пороками И все равно будет конкуренция та или иная Это приведет все равно к вымиранию Вымирание или же соблюдение естественного демографического баланса на планете В любом случае бессмертие Самос провоцирует выход человечества далеко за нормы современной морали В интересах элиты, которая хочет жить вечно Безусловно, будет использовано биологический материал низших классов Это совершенно очевидно И это, к сожалению, прогноз будущего При этом большинство ученых не отрицает бессмертие как идею Как идеальное понятие, не имеющее отношения к бесконечному продлению функций организма Если говорить, каким образом мы можем побороть смерть И сделать себя вечными, пока жизнь существует на Земле Это ваши креативные мысли, то, что вы созидаете То, что вы оставляете после себя, после своей смерти В ваших детях, в ваших учениках Если говорить о трансплантации Если человек умирает и дарит свой орган после своей смерти То частичка его организма живет в каком-то другом И это тоже продление жизни Его клеток, его органа Это очень глубокое философское понятие Поэтому бояться смерти или не бояться Мы никуда не денем Все равно нас настигнут Более того, ученые и геронтологи констатируют Что каждый долгожитель по достижении определенного возраста Устает от жизни Кто-то в 80 лет, кто-то в 60 После этого любая наука бессильна Даже самый крепкий организм Ничего не сможет сделать с усталостью человека от жизни И его желанием умереть И именно здесь на помощь науке Как это ни парадоксально, приходит вера Человек, который не способен остаться один на один с возрастом Легко находит утешение в вере Но парадокс в том, что верующий человек Не заинтересован в телесном бессмертии Потому что верит в существование бессмертной души